Прогноз не предвещает погодных сюрпризов. По данным которыми располагают федеральные СМИ, в феврале будет теплее обычного количества осадков 30-40 миллиметров, а это в пределах нормы. Однако, как говорится на прогнозы, надейся, зима в самом разгаре и надо быть готовым ко всему. Касаются это прежде всего коммунальных служб. На аппаратном совещании в администрации региона отчитывался Игорь Мурсалов, исполняющий обязанности директора дорожной службы. Компания отвечает за региональные дороги и помогает спецавтобазе в Орле среди проблем техника. Парк техники и дорожной службы в большинстве стоим значительно возрастной. 80% техники срок эксплуатации более 8 лет и имеет до 70% износа. Поэтому количество поломок и выхода механизма из строя растет, особенно в периоды максимальных нагрузок при наступлении службы погодных условий. Вопрос с обновлением парка необходимо решать, сказал глава области Вадим Потомский. Надо на самом деле что-то думать. У нас парадоксальная ситуация. На территории области завод, который производит коммунальную дорожную технику, в то же время мы находимся в таком достаточно неприглядном состоянии. По ее состоянию на сегодняшний день надо заключать соглашение с заводом, договариваться, пускай это будет на какую-то рассрочку и так далее. Я понимаю, что мы и так сейчас вытаскиваем как можем дорожную службу из той ситуации, в которой она находится, но это не говорит о том, что мы не должны обновлять парк. Технику нужно брать и заказывать разную. В том числе и на базе полноприводных КАМАЗов, трех мостовых. Самым слабым звеном в Орле стали некоторые управляющие компании. Шквал жалоб поступал в администрацию города и области. Губернатор Вадим Потомский поручил контроль усилить. Управляющая компания, к сожалению своему, понимая, абсолютно понимая, что это их зона ответственности, доводит ситуацию до коллапса. Мы провели уже не одно совещание по данному вопросу. Сейчас начата такая масштабная претензионная работа совместно с жилищной инспекцией. На пятницу уже было порядка 150 предписаний протокола, выписанных управляющих компаний. И работаем теперь на упреждение, пытаясь, дабы, если возникнет вопрос, что это разовый эпизод, мы будем доказывать то, что это системно. Если каких-то управляющих компаний не убирается воровая территория. Когда это уже будет представлена информация о том, что это систематически не убирается, я думаю, что нас будут и суды поддерживать в случае возникновения каких-то судебных тяж. Андрей Иванович, у меня просьба. Обратите внимание на уборку тротуаров. Для спецавтобазы специально еще буквально 4-5 лет назад покупали новые трактора, для того, чтобы именно персонально не убирали тротуары. Тоже есть масса жалоб жителей по этому вопросу. Контроль и усиленная работа необходимы для решения финансовых вопросов. Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова апеллировала цифрами. Речь шла об остатках неиспользованных средств федерального бюджета за 2016 год. Общая проблема для всех регионов в том, что по некоторым направлениям деньги поступают к концу года. В общей сложности в минувшем году Орловщина получила свыше 10,5 миллиардов рублей. По состоянию на 1 января 2017 года сложились совсем незначительные остатки федеральных средств, которые в разы меньше, чем в предыдущие годы. И, Владимир Владимирович, это в основном возврат остатков будет производиться в связи с поздним доведением федеральным бюджетом до нас лимитов. Необходимо продолжать максимально взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами, подытожил губернатор. Как бы тяжело ни было, все равно мы деньги получаем из года в год с федерального центра больше. Поэтому я вас прошу членов правительства, чтобы этим вопросом лично занимались. Не перекладывайте его ни на кого, не поручайте кому-то из своих подчленных, а потом это все где-нибудь каким-то образом замылиться. Сегодня ситуация, сами понимаете, никто этого не скрывает. По формированию федеральной части бюджета, доходной его части, достаточно непростая ситуация. Об этом председатель правительства говорит везде. И вчера на партийном съезде было, что ситуация Единой России не совсем простая по финансам и по другим своим выступлениям, как председатель правительства об этом говорит. Но это не значит, что мы должны все это выслушать и для себя сделать вывод, какой смысл ехать, денег не будет. Надо поехать, надо договариваться, надо писать необходимые документы. У нас же получилось в конце года дополнительно 200 миллионов, но для многофункционального медицинского центра мы в Минфине стараться каким-то образом все-таки дополнительные деньги получили. Также на аппаратном совещании обсуждались итоги осеннего призыва 2016 года и задачи на весеннюю кампанию 2017. С 1 апреля 2017 года начнется очередной призыв граждан на военную службу. Норма призыва граждан на военную службу весной 2017 года будет около 1000 человек. У нас все время в премьерстве Орловского. Здесь огромная работа лично военного комиссара Старкова Сергея Алексеевича, ну и конечно при его взаимодействии с правительством области, с МВД, прокуратурой, следственным комитетом, потому что без их помощи было бы достаточно сложно. Но и УЗА сильно помогает, и с ректором и так далее, и так далее. То есть здесь при вот этом нормальном взаимодействии у нас все это выполняется. Напомним, 152 тысячи россиян были призваны в войска осенью минувшего года. Орловская область полностью выполнила задание Министерства обороны. Служить Родине отправились 694 человек. Наталья Пехтерева, Сергей Роднев, телеканал Первый областной.